Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим вот такой универсальный пульт на два устройства с функцией обучения. Данный пульт называется Hama Big Zapper, артикул 0004-0072. Данный пульт является обучаемым, программируемым, программируется из своей базы кодов. С ним идет вот такая вот обширная книжечка с кодовым листом. С ним идет инструкция, в том числе и на русском языке. В комплекте с ним идет такой красивый прекрасный блистер. Вся эта информация будет по ссылочке под этим видео. Если вы инструкцию потеряли, вы можете перейти по ссылке на официальный сайт. Я оставлю ссылку. И там все это дело скачать, воспользоваться этой инструкцией, в том числе и кодовым листом. Данный пульт настраивается у нас тремя способами и имеет функцию обучения. Итак, первый способ настройки данного пульта – это ввод кода из кодового листа, о котором я сейчас говорил. Берем кодовый лист, находим бренд-изготовитель нашего телевизора. К примеру, это будет Акай. Запоминаем код. Код будет 5301 для Акай. Затем зажимаем кнопочку Setup и держим эту кнопку. Пока не загорится, поставим красная индикация в кнопке Power. Как видите, загорелась индикация. Указываем тип устройства. Пусть будет TV. Указываем тип устройства. Загорелось постоянное свечение. И вводим код для нашего Акай 5301. Индикация погасла. Код принят. Проверяем функционал. Если что-то не работает или вообще все не работает, вводите следующий код. Следующий, следующий, следующий код, пока этот пульт не заработает с вашим телевизором Акай. Это был первый способ настройки данного пульта. Ввод кода из кодового листа. Второй способ настройки этого пульта – это ручной поиск. Для ручного поиска зажимаем кнопочку Setup и держим ее, пока не загорится, поставим светом красная индикация. Индикация загорелась. Указываем тип устройства. Нажимаем TV. Можно выбрать STB, например, приставка цифровая. Нажимаем TV. Далее нажимаем каждый раз кнопочку CH Plus для переключения каналов. Если вы хотите, чтобы телевизор ваш отреагировал переключением каналов на совместимость кода, то нажимаем кнопочку CH Plus. Если вы хотите, чтобы ваш телевизор отключился, то нажимаем кнопку Power. Включение телевизора. Тогда телевизор отключится. Как только это произойдет, то есть либо сменится канал, либо отключится телевизор, вам необходимо зафиксировать код. Это делается однократным нажатием кнопочки MUT и Молчание. Вот эту кнопочку. Нажимаем, код зафиксировался. Если вы хотите остановить поиск, то есть остановиться на той части базы, которую вы пролистали, а потом продолжить поиск, вы нажимаете вместо Молчания кнопочку EXIT. Таким образом вы останавливаете базу в какой-то части определенной, на середине, например, да, останавливаете базу. Это был второй способ настройки, ручной поиск. Третий способ настройки это автопоиск, практически то же самое. Зажимаем также кнопочку SET, удержим ее, загорается красная индикация, указываем страничку памяти. TV, например, указали. Далее, один раз делаем CH+, если хотим, чтобы телевизор отреагировал переключением каналов. Если хотим, чтобы телевизор отключился, нажимаем кнопочку Power один раз. Как видите, я ничего не нажимаю. Пульт самостоятельно перебирает каналы, перебирает команды. На нашем тестере меняются различные микросхемы и системы, вот 30, 10, 90, 12 и так далее. Он подает команду для различных телевизоров. Сейчас мы делаем листание каналов, поэтому как только ваш телевизор отреагирует на этот пульт тем, что перелестет канал, вам необходимо зафиксировать код. Для этого нажимаем кнопочку Молчание. Код зафиксировался, проверяем все остальные функции, все ли в порядке, все ли срабатывает. Если что-то не так, можно продолжить, но вы уже продолжите с ноля. Если хотите остановить поиск в определенном месте, так же нажимаете кнопочку Exit один раз. И он остановится ровно там, будет прекратить крутить свою базу ровно там, где, получается, начнет искать с того места, где он остановился. Если нажимаете кнопочку Exit. Это был третий способ настройки данного пульта. Автопоиск. Если ни один из способов вам не помог, вы не смогли настроить этот пульт на ваш телевизор, либо тут у него устройство идет СТБ, то есть он настраивается и под приставки, и под DVD, вы можете воспользоваться обучением, функцией обучения. Но для этого вам необходим будет исходный пульт. Вам необходимо будет где-то взять пульт, может быть у вас есть родной пульт в плохом состоянии, и перенести с него сигналы. Либо там где-то в пультовом магазине договориться за скромную оплату, они вам предоставят пульт обучите. В общем, нужен исходный пульт обязательно. У нас будет пульт для телевизора Samsung исходником, с него и будем сейчас обучать. Итак, что делаем, чтобы обучить данный пульт? Зажимаем две кнопочки. Громкость прибавить и молчание. Держим эти кнопки, пока не загорится постоянная индикация в кнопке Power. Индикация загорелась, после этого вводим код 98980. Код ввели, пульт моргнул два раза и горит постоянным светом. Это говорит о том, что этот пульт ожидает входящего сигнала. Направляем пульты диодами-излучателями друг против друга. Первой зажимаем кнопочку на пульте RADOM. Зажимаем кнопку включения. Затем на пульте HAMA указываем кнопку, которую хотим обучить. Зажимаем и держим примерно две секунды. Подержали эту кнопочку. Первую кнопочку отпускаем на пульте HAMA. Вторую отпускаем на пульте для Samsung. Кнопочка обучилась. Надеюсь, нажимаем следующую кнопку, которую хотим обучить на пульте. Первую нажимаем на Samsung, исходную кнопку. Потом зажимаем на HAMA. Держим на пару секунд. Первую отпускаем на пульте HAMA. Затем на Samsung. Громкость убавить зажимаем на пульте HAMA. Нет, стоп. На пульте Samsung сначала. Затем на пульте HAMA. Отпускаем на пульте HAMA. Затем на Samsung. Канал плюс. Зажимаем сначала эту кнопочку на пульте Samsung. Затем на пульте HAMA. Отпускаем на пульте HAMA. Затем на пульте Samsung. Канал убавить. Зажимаем эту кнопочку на пульте Samsung сначала. Затем на пульте HAMA. Отпускаем на пульте HAMA. Отпускаем на пульте Samsung. Для выхода из режима обучения нажимаем кнопочку сетуп. Нажали, теперь делаем сверху кодов. Кнопочка Power, как видите, обучилась. Код передался, 9012, что здесь, что здесь. Код совпадает. Кнопочка прибавить звук не передалась. Кнопочка убавить звук передалась. Код 9012, все хорошо. Кнопочка канал плюс, код 12, код 12 передался. Канал минус, код 10 передался. Нет, не передался. Нет, не передался. В общем, кое-что обучили, кое-что нет. Вторым заходом, третьим заходом можно все это обучить без проблем. Пульт обучается вполне себе легко. Это был способ обучения данного пульта Ахама. Теперь поговорим об удалении кнопок. Например, мы допустили ошибку при обучении, перепутали кнопки. Местами вам необходимо стереть одну кнопку, чтобы обучить эту кнопочку заново уже правильным сигналом. Для этого зажимаем кнопочку громкость плюс, зажимаем кнопочку молчания и держим их, пока индикация не загорится постоянным красным светом. Индикация загорелась. Вводим код 981. Пульт два раза моргнул, сейчас он ждет, когда мы укажем ту кнопку, которую хотим стереть. Давайте громкость плюс стерем кнопочку. Громкость плюс нажали один раз, индикация моргул на три раза означает, что кнопочка эта стерлась. Мы можем сейчас проверить на тестере. Так, а он должен был два раза моргнуть. Нет, три раза. Кнопочка не стерлась. Очень интересно, пробуем тогда это сделать еще раз. Вводим код 981. Моргнул два раза. Затем указываем кнопочку для стирания. Воль плюс. Моргнул три раза, кнопочка должна стереться. Сейчас проверю. А, он 3010, все правильно, он ее стер. Потому что она была 9012. Он ее просто стер, как... Все понял, он ее стер. Просто он ее удалил до состояния программированного пульта. Она была 9012, а стала 3010. Все правильно. Все в порядке. Эта кнопочка стерлась. Удаление всех кнопок. Если вы хотите полностью очистить пульт и обучить его под другое устройство, вы можете аналогично выполнить удаление, просто необходимо ввести уже код 982. Также зажимаем кнопочку прибавить звук и молчание. Держим их, загорелась постоянная индикация. Вводим код 982. Пульт моргнул два раза. Затем зажимаем сетуп и ждем, пока пульт моргнет три раза. Он моргнул три раза. Сейчас он удалил все, что было в нем записано. Проверяем. Да, стерлась наша кнопочка. Видите, у кнопочки TV Power был код 9012, как у Самсунга. Как видите, код у него стал 3010. Ну, то есть она стерлась до микросхемы 3010. Скорее всего, у него базовый код идет 3010. Это микросхема Philips LG для таких базовых телевизоров, кинескопных, скажем так. 3010 код самый ходовой, самые распространенные пульты. Горизонт, Рубин, Сокол, Полары. Много-много-много чего идет. Поэтому в Германии также решили, что это самая ходовая микросхема. Но когда этот пульт сбрасывается до нулей, он будет управлять пультами старыми LG и вот теми всеми, о чем я говорил, Горизонты, Рубины, Полары и так далее. То есть решили в Германии, что базовой микросхемой будет микросхема 3010. В принципе, это довольно разумное и правильное решение. В этом я их поддерживаю. Вот такие способы настройки данного пульта. Есть замечательный пульт, прекрасно собран, прекрасный пластик и очень легко, в принципе, настраивается. Рекомендую всем к покупке. В принципе, это все. Спасибо за внимание. Надеюсь, это видео было для вас полезным. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok